Всем привет! Народный магазин. Вот этот прекрасный набор разыгрывался. Кто напишет лучший комментарий? Человек активно участвовал, человек активно покупает, активно пишет комментарии. И вот он достается ему. Это у нас девушка, которая любит посуду, которая покупает, не жалея денег, не жалея здоровья. Наверное ночами пересматривает и все заказывает. Интересный наборчик. Давайте посмотрим. Нет, снизу мы ничего не видим. Ну такой где-то гривен 250 и стоит. Я думаю приятно написать несколько комментариев и получить. Ну да, придется. Я просто не помню. Вроде я обещал, что мы оплотим. Мы оплотим. Ну, надо пересматривать. Вот. День такой сегодня тяжеленный. Начал снимать. Начал снимать и видео в магазине. Упаковка набора столового 35 предметов. Но что-то неправильно нажал получается. И смотрю, половину запаковал, тарелки запаковал, смотрю, а ничего не пишет. И такое бывает. Вот. Ну, как-то так. День, день тяжелый. Очень много покупок. Все не смог выставить, потому что люди пришлось и вчерашние покупки слаживать. В общем, тяжелый день. Как-то выдался. Ну, вот сейчас запакуем. Вот это несколько человек отправим. И паковал уже прямо в магазине. Не для перевозки, а уже для отправки. Вот. Там, когда не было людей, уже после 11. Вот. Начал так делать и остался доволен. Так, наверное, нужно и делать. Потому что здесь потом все разматывать, по новой все паковать. Оно как-то, ну, не очень. Так, давайте посмотрим, пойдет ли эта бумага для чашечек. Да, пойдет эта бумага. Сейчас мы как-то надо его разрезать, раскромцать. В общем, кучу, 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 кучу прям сегодня и продал. Но кучу еще не выставил. Вот. Там некоторые позиции надо в порядок. Люди приносят. Вот, например, принесли хрустальные кувши с тоненькой дырочкой и попробуй туда засунь что-нибудь, чтобы там, ну, вымыть. И в магазине это очень сложно. Это нужно где-то, где вода. И я его не выставлял. Хотя хрустальный, интересный. Вот. Такие уже, конечно, были неоднократно. Их сразу, сразу покупают. Вот. Ну, в общем, даже сито принесли сегодня. Знаете, вот такое муку сеют. Вот. Ну, это в основном в селах, там, где хлеб пекут сами. Ну, это тоже необходимая вещь. Вот. Люди притащили целую кучу. Вот. Ну, что сделаешь? Покупаешь, чтобы люди не несли обратно. Может, оно со временем и найдет своего покупателя. Да, нет. Своего хозяина, наверное. Так будет правильно сказать. Так что работаем. Сейчас вот это упакую. И, наверное, поеду поработаю в магазине. Если свет будет, видео надо как-то срочно выставить. Потому что, ну, люди пишут, пишут вайбер. Когда, что, а ты не можешь ответить. Потому что каждый день продажи у тебя. Продажи, продажи. Ну, я думаю, те, кто торгует, они понимают. Если, например, набор продал. И его ж надо, там, где-то 40 минут на него ушло. Потом то ушло. Хрусталя сегодня. В общем, труба. Вот. Труба, продажи, продажи. И всего по чуть-чуть, как говорится, люди покупают. Ну, а когда большое видео, вы же сами понимаете, там уже не просто так вот, как я сейчас работаю. Там уже надо пахать. После видео надо пахать, пахать, пахать. Да, приехал, снова, снова там выставил короткое видео. Снова лягушки прискакали. Вот ведерки. Ну, там в ведре немножко вода позеленела. Так у собаки, у нее, как она называется, ну, своя вода там отдельно меняется каждый день. А это вот стояло заброшенное. Ну, лягушка не упустила, не упустила момент поплавать. Это для них, как, наверное, в аквапарке, да, день пробыть. Вот. Между прочим, у нас и сделали аквапарк. Вроде пляж, пляж и заимка. Я еще, правда, не был, но хочу все-таки поехать снять. Только как сейчас уже, ну, уже прохладно. Так, ну, вы понимаете, да, этот набор победителю, победителю розыгрышей и комментариев. Ну, не сильно, не сильно так люди вот к этому отнеслись. Вот. Ну, что ж сделаешь? Я ж не могу никого заставить, правильно? Так, вот, писать комментарии. Э, да, если бы мы что-то выставили такое дорогое, может быть, люди и подумали бы, да, какую-то вазу за тысячу хотя бы. Вот, может быть, да, что-то и получилось. Но ничего. Первая попытка, видите, и человек получил. Просто нам его подарили, и мы решили его подарить. Человеку, который что-то напишет интересное. Ну, вот так оно и получилось. Так что ждем, ждем видео. Вот. Ну, а лучше смотреть короткие видео. Все-таки целый день. Сегодня я вроде 15. 15 позиций выставил. Да, 15 снял видео. Это у других блогеров полноценное видео, понимаете? Они где-то там 10-15 выставляют. А вот у меня оно, получается, за рабочий день я столько выставляю. Считайте, что каждый день у меня полноценное видео я выставляю. Как-то так вот пошло. Если посчитать, сколько там, сколько позиций. Бывает и 25, бывает 20. Ну, так что работаем. Работаем. И из этих позиций многое продается. И его нужно паковать. Вот. Так что считайте, что каждый день я выставляю по полноценному видео. Ну, это кто смотрит. Значит, как-то есть люди работают, непонятно. Вот там где-то раз в две недели. Скинула денежки, купила там одну вещь и спрашивает. А можно то? И раз на две недели пропадает. Через две недели, через две недели снова. А что там, вот я у вас спрашивала. Тот отсоса. Понимаете? Вот как-то так. Я вот это понять не могу. И все должно решаться, вот, в течение там пару минут. Написали, я ответил. И все. Как-то все должно быть очень быстро. И поэтому у нас и номера, там вообще сделка секунды. Понимаете? Секунды. Написали, ответил. Да, нет, все. Забрали и все. И не надо ничего там мудрить, как говорится. Даже не знаю, почему. Вот. Почему так получается? Или люди привыкают так с другими работать. Например, на Ола-Икске там, ну, если грубо сказать, мозгоебы. Понимаете? Вот. Там тебе уже нервы вытрепают все. Что, я помню, девушку до слез довели. Вот такая работа. Какие-то сидят непонятные. Или делать нечего. Просто людям мозги поклепать. Или конкуренты. Или, ну, непонятно, зачем клепать мозги, если ты покупать не собираешься. Вот это для меня, для меня непонятно. Значит, как зачастую получается. Перекупщик, увидев что-то более подходящее, начинает вам компосировать мозги. В надежде, что вы психанете и отдадите по низкой цене. Вот он вам мозги компосирует, компосирует. А сфотографируете так. А сфотографируете так. А сколько туда воды. А какой вес. Понимаете, вот так мозги клепает, клепает человек, наверное, там закипает уже. Ну вот, понимает, что ему вот это вот клепают мозги. И ничего покупать не будут. А там же еще такая система, что нужно вежливо, вежливо, вежливо кланяться, да, Чтоб тебе там не написали плохой отзыв. Если у тебя мало продаж, то тебе напишут. Прям я вам плохой отзыв там напишу. Вот такое вот все. Такие есть гады. Ну, это перекупщики в основном. И вот такая стратегия. Клепают мозги там. А потом говорят 30% стоимость от той, которую вы продавали. Вот вы продаете за 100 гривен. Но он говорит, вот за 30 гривен я у вас все заберу. Понимаете? Потом хорошо. Ты продаешь. И тут же, тут же, оно еще не доехало к нему. Он уже выставляет с вашими фотографиями. И уже продает за 100 гривен или за 150. Вот такой бизнес. Бизнес это такие кровососы сидят. Кровососы вам портят настроение. Вы уже думаешь, да хрен с тобой. Подавись ты этими деньгами нафиг. Продаешь ему. И все. Вот такой бизнес. Это уже, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы вот это работать на ОЛИК. Ну, надо нервы и железные. И надо чувствовать. Надо чувствовать. Вот девушка занимается у меня. Только она, слышу, как она там переписывается, перезванивается. Я говорю сразу, грубо скажу, мозгоеб. Все, мозгоеб. Она говорит, как ты чувствуешь? Я говорю, не знаю. Но я сразу чувствую, что этот человек будет тебе клепать мозги. Сразу его старайся отшить. И все. И нервы не будешь тратить. Он все равно не купит. Понимаете? Да слово такое. Вот такое слово для них подходит. Это люди на ваших нервах хотят, что вы психанете, уступите. И вот так они работают. Я таких, если попадают на канал, я просто сразу блокирую. Потому что первый вопрос, это скидка. А скидка. Понимаете? И все. И до свидания. До свидания. До свидания. Заблокировал. И все. Или пишу. Так еще бывает пишу. Не блокирую, а пишу. Напрасно потраченное время. И вот человек звонит, оно у меня высвечивается. Я уже знаю, что я пишу. Нету. Продано. И все. До свидания. Так что вот такая работа. Понимаете? Нужно немножко как-то разбираться. Да. Немножко разбираться. Потому что вот так вот как-то. Ну, конечно, оно с годами приходит. Вы уже чувствуете клиента. Даже вот по голосу, как он пишет. И сразу понятно, будет покупать, не будет покупать. Если начинают. Лично у меня. Начинают. А померяйте. А взвесьте. А то все. Значит, это не наш клиент. Наш клиент у нас. Там 5 секунд и сделка произошла. Все. Вот так мы работаем. Так что все вот эти, которые любители поклепать. Можете не писать. Мы вас сразу отошлем. Всем до свидания. Ждем большое видео. Вот сейчас это все запакуем. И пойдут следующие заказы. Ждем, ждем. С нетерпением ждем. Следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.